ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Вы, Юрий Николаевич Чернышев. Чернышев или Чернышев? Я говорю, Чернышев. Чернышев. А может, Чернышев? Чернышев. Вот. Он ездит на этом автомобиле. И все легально, и все правильно, потому что эту машину подарили правительству Москвы. Сама фирма Porsche Cayenne подарила... Porsche подарила фирма Porsche подарила правительству Москвы тачку. И правительство Москвы отдало из щедрости, я не знаю, ввиду пожарной опасности, отдало это Евгению Николаевичу. Евгению Николаевичу Чернышеву. И он теперь ездит на этом паршаке. И тратит всю свою зарплату, я думаю, на смену колес. Папуасия! Здравствуй, папуасия! Здравствуйте, папуасы! Это вот так... Понятно, да? Купили за понюшку табака. Это пришли застеклянные бусы. Просто застеклянные бусы. Кинули крошку со стола. А эти счастливы. Здравствуйте, папуасы! Здравствуй, великий папуасский город! Здесь правительство Москвы, фирма Porsche дарит тачку. Нормально? Это просто, ну, как бы... Я в свое время... У меня это становится анекдотом. Я в свое время в Африке дарил сигарету заправщику всегда. Мне казалось, что это будет очень остроумно, что он взорвет заправку, потому что он тут же закуривал. Он тут же закуривал? Да, вы говорите, да. А вы продолжали ему дарить сигарету? Я бы не сказал, что дико остроумным. Я все время на каждой заправке... Вы сразу бы подарили ему однажды просто спички без сигарет. Нет, я сам не курил. Внимание, я сам не курил. Но я получал сигареты, потому что я был иностранный специалист. И специалист из Сранжейру. И я получал сигареты. А какие? Явы-Яванская? Это хорошие. Лучше было советских в тысячу раз. Притом монгольского производства. Слушайте, значит, нет-нет, по уровню Мальборо. И я дарил по сигарете всегда заправщику в надежде, что он тут же чиркнет спичкой и взорвет заправку. И ни одна заправка не взорвалась. Черт, вот как-то не получилось. А в этом была цель. Ну, слушайте, я дарил по сигарете, но я-то не Porsche. Если бы я был Porsche, фирмой Porsche, я бы дарил папуасам по Porsche. И они вошли сюда и подарили этим папуасам, здесь, в тутошнем, имеется в виду правительство Москвы, в хорошем смысле этого слова, Porsche. И они отдали пожарному. Но теперь у меня другой вопрос. А вот когда он едет в баньку? А когда он едет на массажик? А когда он едет к тёще на жареную картошечку? И где-то его служебная машина с мигалочками. А ведь с какой стати она с мигалочками-то, когда на картошечку? Вот с какой стати я его... Послушай, у меня осталось уважение, у меня осталось уважение. Я таких мигалочков не пропускаю. Да? Ну, не да, не да, а два. На Рублёвке их никто не пропускает. Может, там пожар куда-то едет? Нет, на Рублёвке их пропускает уже только 62-й регион, шугается, шугается там какая-нибудь гувернантка, нет, какая-нибудь гувернантка, которая едет на Peugeot 207. Так, в принципе, их уже никто не пропускает, чтобы было понятно. Ну, там 20 сантиметров вправо, если кто-то примет, с омерзением, понимаете? Ну, вообще, даже не шелохнутся машины. Едут, мигают. То есть, там сзади крякают. Эти подонки, нет, эти подонки едут, они по разделительной. Они, ну, там шуршат по разделительной. Никто даже вообще полсантиметра не выступает. Девалирован, в общем, статус мигалок практически, да? Да, ну, на Рублёвке точно, потому что их всех в гробу видали. Потому что там каждая вторая мигалка, ну и что, они едут, мало ли что, они едут домой к тёще. А с какой стати я должен, что за оперативная надобность-то у него интересна? У него никакой оперативной надобности нет, кроме хамства. Ну вот, понимаете, не в этом дело. Но я прежде пропускал и продолжаю пропускать скорые помощи и пожарных. Скорые помощи и пожарных мне пропустить приятно. Потому что я чувствую себя гражданином в этот момент, Настенька. Понимаете, о чём я говорю? Но теперь, когда я знаю, что начальник пожаротушения, Евгений Николаевич Чернышов, ездит на паршаке с мигалками, то я и пожарных перестану пропускать. Понимаете, в чём дело? Объяснить, почему? Потому что это сановные задницы. Это сановные задницы. Теперь, когда я ещё... Следующее, что я должен узнать, это что этот самый едет на скорой помощи. Как его звать, господи? Анищенко. Не Анищенко. Если Анищенко, например, Анищенко. Если Анищенко ездит на скорой помощи на картошечку, на жареную картошечку, то я перестану пропускать и скорой помощи. Вот с чем дело кончится. Понятно, да? То есть они постоянно маскируются под тех, кого мы жалеем. Потому что они подонки. Они постоянно маскируются под тех, кого мы жалеем. И ввиду этого, ввиду этого, дезавуируют службы. Понятно, да? То есть этого надо было бы им сесть на газели с 33 регионом, и точно бы их вытащить. 9 часов 10 минут. Погнали дальше. Папуася, двигаемся. Подъем. 9 часов 11 минут. Нас спрашивают ссылку. Ссылку дайте. Дайте ссылку спрашивают. Ну как, ребят, ребят. Мигалки Ньюз. Мигалки Ньюз. Ребят, во-первых, Настя, зайдите на русновости.ру. Русновости.ру. Настя сейчас выложит вам ссылку. Это первое. У Настя в блоге на русновости.ру на нашем сайте. Во-вторых, мигалки подчеркивания Ньюз. Зайдите на LiveJournal.com, да? Да. Мигалки Ньюз на LiveJournal.com через подчеркивание. Вообще подпишитесь, да, на этот журнал. Дело в том, что пожарные этот, московские, ездят уже не первый день, не первый месяц. Просто выложили его фотку. Красивая фотка позора Папуасского. Понимаете? Ну вот и все, ребят. Больше ничего нового. Все старое. Позор старый. Просто фотка новая. Понимаете? Дальше. Евсюков. Очень интересно про Евсюкова. Значит, мы столкнулись со скепсисом среди прессы. Пресса порит, порит вся, просто порит и дерет бедного начальника его бывшего, который сказал, что он неплохой был парень. Вот. Что он неплохой был парень. И он был увлеченный, и хорошо работал. И у него была... Сейчас, 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 сейчас. А что он всегда опрятный там? Опрятный он был, да. Собранный, инициативный работник. Все. Это знаете кто? Евгений Афанасьев. Секундочку. Бывший зам начальника УВД Южного округа по кадрам воспитательной работы Евгений Афанасьев выступил. Он сказал, что он написал рапорт об увольнении после поступка Дениса Евсюкова. То есть, смотрите, он сам взял на себя ответственность. Внимание. Я не знаю, составили, не знаю. Ну, не важно. Он теперь бывший. И он говорит, что Денис Евсюков был собранный инициативный работник. О нем я слышал только превосходные отзывы, заявил бывший кадровик. Единственный недостаток, некоторая дистанцированность, удаленность от начальства и коллектива. Он как-то чуть-чуть отдалялся от начальства. Понимаете? И в этом, в этом была, в этом, наверное, крылась. Вот это был червячок в яблочке скрыт, что человек хороший не будет отдаляться от начальства. Понимаете? А он отдалялся. Отдалялся он от начальства. Настенька. Вот я сейчас спрашиваю. А как он? Нет, все. А пресса вся обрушилась на него, типа, что он дурак. Но я хочу защитить этого кадровика. Я хочу защитить кадровика, ребят. Сказать почему? Да. Ну, потому что бывают пороговые переходы. Потому что типично на Среднем Западе хороший парень в клетчатой рубашке до 46 лет ходит, работает патчмейстером. Белый парень в клетчатом, белый, патчмейстер. И валит 10 человек. Это о чем говорит? Что пороговый переход. Ну, ребят. Ну, так ведь. Ну, вот сейчас, нет, сейчас. Вы, 7-8-80, 7-0. Поставьте себя на место начальника. У вас в коллективе есть человек, который завтра может явиться с берданкой просто потому... Я, например, этого кадровика понимаю. Я понимаю, что кадровик, он прав. Он говорит, но он хорошо работал. Ёлки. Ну, вот так случилось. А потом сломался, идиот. Да. И может такое быть? Алло. Нет, хорошо, не ходить не надо. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Но это же сплошь и рядом. Притом, внимание, у черных этого нет. Кроме вашингтонского снайпера, черные вот так не валят потом людей. Афроамериканцы? Нет у них такого накопленного напряжения. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алла Васильевна. Алла Васильевна, бывают такие люди, которые порогово переходят? Ну, а как же? У нас Ельцин перешел этот момент, когда расстреливал Белый дом. А потом ему... Да, спасибо. Алла Васильевна, вы... Да, какая, Алла Васильевна, памятливая. Когда Ельцин перешел этот момент, когда расстреливал Белый дом. Не думаю, что это был пороговый переход. Нет, не думаю. Потому что был до этого... Да, да, нет, да, вы помните, апрель 93-го. Алло, здравствуйте, да. Доброе утро. Доброе утро. Я по поводу Дениса нашего. Да, скажите. Это мог быть пороговый переход. Вот он мог быть образцовым все время. Очень редко с вами с чем-то соглашаюсь, но в этом моменте вы на 100% правы. Бывает такое, что Шизик просто сломался за ночь. Сломался. И тут еще второй такой период небольшой, что вы поймите, откуда эти люди, откуда корни растут. Тут Юрий Михайлович Катт, тут... Тебя остальная братва, и вот они сейчас всякими путями, лишь бы ему вышока не дали, или пожизненного. А, то есть его выгораживают. Ну, нет, это вы уже уводите меня. Я спрашиваю, я спрашиваю, нет, я спрашиваю, тем не менее. Сейчас с вами в коллективе есть человек, который завтра может прийти с берданкой? Я спрашиваю вас про ваш коллектив. Вы вот сейчас сидите на работе, или вы пришли на работу, или идете на работу. Там есть человек у вас на работе, внимание, не про Вивсюкова. Есть человек, который завтра придет с берданкой, завалит 10 человек. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Владислав. Да, Владислав. Сереженька. Дело в том, что вся милиция, она уже у нас давно-давно прозрела, еще с советских времен. И они это все потомки, они оттуда все идут, и оттуда ноги растут. Вы считаете, что они априори порочны? Я спрашиваю о другом сейчас. Я не спрашиваю о хорошей, плохой милиции. Я спрашиваю о людях, которые переходят порогово в зверей. Есть это или нет? У вас есть в коллективе такие люди или нет? Вот вопрос. Вот и все. Послушайте. Реально говорит... Ну, а как выявить? Я спрашиваю, как выявить? Он каждый день является зашнурованный, застегнутый, гладенький, выбритый. Каждый божий день. На работу. И работает. Нет, а подождите еще. Давайте вспомним вот эти вот все хроники, когда там... Помните, недавно в парке там убили студента, девушку ранили, а потом, оказалось, поймали. Это два благополучных совершенно там студента тоже первых курсов. Ну, никто не мог подумать. Учителя, посрешившиеся родители... Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, доброе утро. Здравствуйте. Роман меня зовут. Да, Роман. Я хочу сказать, что рядом со мной есть такие люди. Я могу сказать, что я сам могу от себя такого ожидать. У меня семья, двое детей. Я не пью, не курю. Я не пытаюсь вы... Притом, при том, при том... Я просто пытаюсь объяснить. Да, нет, нет, позвольте все-таки, я объясню тоже перед слушателями. Притом, при всем, что милиция омерзительна, современная российская милиция... Современная российская милиция организирует, как организация. Там люди есть хорошие, есть плохие, но как организация она организирует, да? Значит, при том, при всем, при том, при всем. Мы говорим сейчас о том, что он правда мог ходить просто на работу, хороший, чистый, выбритый. Конечно, конечно. А потом мог чекануться. Конечно. И мог чекануться как раз от того, что до этого 30 лет прожил правильно, аккуратно и так далее. Вы же видите на дороге, что часть людей пропускает через одного при сужении, пропускает через одного, да? А часть бодается и готовы стреляться, реально стреляться, если ты подвезешь. Значит, это... И вот такие не пойдут с берданкой стрелять, а вот те, кто пропускают, легко могут пойти. А, вы думаете? Я думал, что именно так. А-а-а! Люди бытовой агрессии как раз выплескают агрессию. То, о чем мы говорили, может быть, лучше брать на работу таких, которые хамят, опаздывают, но большая вероятность, что у них не будет накоплено там каких-то грехов. Может, это действительно накопленный ужас, накопленный страх, накопленный позор какой-то, накопленная ненависть, накопленное омерзение какое-то. Может быть, лучше брать людей, которые просто... Про Чикатило тоже никто не знал, же не на работе, не дома. Может быть, лучше брать пьяниц на работу, которые набухались и все, и на завтра он опять это самое. И у него, наоборот, чувство вины такое и так далее. Правда же? У некоторых даже это не бывает. Я подумал о словах кадровика. Внимание, еще раз. Кадровик, который брал Дениса Евсюкова, который его пас, папа, кадровик, понимаете, кадровик, который за все отвечает, говорит о нем следующее. Это, внимание, сдержите смех, сдержите смех и включите интеллект. Он был собранный и инициативный работник. Я о нем слышал только превосходные отзывы, заявил бывший кадровик. Единственный недостаток, некоторая дистанцированность, удаленность от начальства и коллектива. Я спрашиваю. Высмеивать этого кадровика легко. Высмеивать этого кадровика, сказать просто, да ты, да ты, как его звать, Евгений Афанасьев. Жень, ты идиот, Жень. Ну, идиот и все. Высмеивать легко. Но давайте не будем высмеивать. Давайте подумаем о том, что, возможно, черт бы его задрал, этот Евгений Афанасьев действительно говорит в фактическую сторону дела. Могло быть такое или нет? Я спрашиваю. Я спрашиваю, могло быть или нет. 788-107-0. 788-107-0, наш телефон в студии. Поехали. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Слушаю вас. Алло, да, слушаю. Это Игорь. Да, Игорь, слушаю вас. Мое мнение такое, что, в общем-то, Евгений, кадровик, он немножко, как бы, недоговаривает, что что-то недоговаривает, потому что сама система, она что в МВД кадровая система, что кадровая система в вооруженных силах, она приблизительно одинаковая. И там вот этот корпоратив, он присутствует. То есть, как бы, кадровик, он не захочет выложить все до конца и сказать, что я не в чем-то... Он все-таки, он все-таки прикрывает, прикрывает кого-то сейчас. Да. Продолжает прикрывать. Де-факто Евсюкова тоже. Да, да. Я понял, спасибо, спасибо, спасибо. Итак, версия прессы, мы предложили, версия прессы, вся версия прессы, улыбаться и раздраженно отмахиваться от слов кадровика. Кадровик считает, что Евсюков хороший парень был. Понимаете? И вся пресса, конечно, говорит, ну-ну, ну-ну, давай, пули лей, давай, мы тебя послушаем, ну-ну, давай, гони, пыль. Значит, мы предложили вам парадоксальный взгляд на вещи. Мы с Настей предложили вам парадоксально подумать, а может, черт его знает, вдруг он прав, этот кадровик. Никто не верит, никто не верит кадровику. Девять часов, двадцать две минуты, обзор печати, пошли. Все пишут, конечно, про Евсюкова, что вот Кадровик сказал, какой он был хороший парень, и никто бы не мог подумать, что с ним такое случилось. Очень многие газеты себе в заголовки вынесли, прекрасный сотрудник и так далее, это цитата. Далее еще пишут о том, что Зурабов прибыл в Киев, некоторые заголовки говорят, что он даже по-украински там заговорил, это все на фоне... Еще не умерла Украина. Может быть так. Еще это на фоне выборов, которые не окончены, президентский выбор, в общем, там сейчас большие события, и ему вроде как советовали этот Агриман или какой-то документ не подписывать, вы помните, то есть пока новый президент не вступил в должность, Ющенко сказал, что принимать документы не нужно, потому что имя президента не указано в документах, которые у посла на руках, а Зурабов никто не был, а что изначально полномочный послал. А указано было, указано. Они же не знают о Ющенко сейчас, да? И указано, указано, выяснились потом. Значит, сначала полагали, что он явится с бумагами, не знамо на какое имя. Ну, значит, все-таки, а тут, я понимаю, коллизию, я понимаю, я понимаю, нет, я понимаю коллизию, потому что Миду, видимо, Медведев дал отмашку, ну, раз Ющенко проиграл, то давайте посылайте, а Миду надо вписать чье бы то ни было имя. И, естественно, они, наверное, бедные, там, грызли ногти и, в конце концов, вписали Ющенко, потому что Ющенко должен принять Агриман этот, вернее, он должен принять все эти бумаги. Затем еще не могу не обратить внимания на то, что для некоторых газет погода опять стала действительно новостным поводом. Как нам надоел Вильфанд, вредительский Вильфанд, абсолютно. Вильфанд, я не знаю, он мне не надоел, я, наоборот, рада его видеть, потому что он предвестник потепления. Он говорит, правда, что будут резкие холода перед потеплением, но потепление все равно придет. И оно наступит примерно вот в начале следующей недели. Об этом и российская газета, и комсомольская правда написали. Дальше, очень принципиальные вещи, утверждены правила пользования платными дорогами. И если у кого-то сейчас брови поползли вверх, и кто-то не может припомнить, может быть, платных дорог у нас, то они скоро появятся. Но они, к сожалению, не новые будут отстроены, платные дороги. А старые сделаются просто. А старые сделают платными. А скажите, я так и знал. Я так и знал. А вы так и знали? А я даже так не... У меня это в голову не пришло. Нет, я так и знал. А вы так и знали? Вам опыт жизненный подсказывает? А потому что в Азии приучены к засаде. В Азии приучены к засаде. Я искренне полагала, что начнут строить новые платные дороги. Значит, послушайте, вот у меня к вам вопрос. А Настя, потому что она наивная. А я так и знал, вы говорите. Смотрите, значит, М2, М1 на Белоруссию сделают платной. М4. М4 сделают платной. На Петербург сделают платной. Вот эти дороги, которые есть их и сделают платными, товарищи дорогие, родненькие мои. И, может быть, будут строить рядышком бесплатные. Может быть, а может нет. Может быть, а может нет. А эти будут платными. Вот вы все воскликнете, я так и знал. Я так и знал. А Настя так и думала. Я искренне, да, вот до того, как вы мне сказали, я полагала, что буду строить новые какие-то платные. Вам трудно быть хорошей? Трудно быть хорошей в этом мире, в таком плохом мире? Нет, я так живу просто. Она так живет. Просто мир полон всяких удивительных открытий для меня. Я так и знал. Карта, карта с предполагаемыми трассами федеральными, которые будут отданы, то есть они точно будут отданы до 2010 года Автодору. Да что вы говорите, 2010 год как будто уже начался. Ой, до 2015, простите. А к 2010-му там первые какие-то будут переданы. Это все в российской газете. Можете по ссылке пойти на сайте. Там прямо в статье указаны карты с рисунками. Там какие-то участки бесплатные, какие-то платные. В общем, безрадостная картина. В новых известиях, в российской газете. В общем, везде про эту плату рассказывают. Будет зависеть она и от марки автомобиля, и от времени суток, и от месяца. В общем, от многих факторов. Да, кстати говоря, от времени суток, от времени суток даже это все будет зависеть. Представляете, вы есть... Интересно, а давайте вы, как человек наученный, скажите, будет освещение на протяжении всех этих трасс или нет? Как если бы мы жили где-нибудь в Бельгии? Да. Нет, но у нас же нет нефти, а Бельгия нефтяная страна. Там, например, всюду все освещено. Вот видите. Нет, у нас нет нефти. Надо рассчитывать. Нет, откуда у нас, ну что вы. Понятно. Время новостей. Да нет, но просторы какие все-таки, согласитесь. Да, ну не поспал. Просторы, это не Бельгия. Это вам не Бельгия. Пусти они. Это вам не Бельгия, да. Бельгийцы все-таки... Перегорели бы. Бельгийцы все-таки... Да, они вспились бы все, господи. Конечно, и померзли бы. Да. МК продолжает заочную полемику Чубайса и Лужкова, но пока сейчас ждет, видимо, реакция от Лужкова, потому что Чубайс отреагировал. Даже коммерсант полполосы отвел вот на эту перепалку, если так можно сказать. Кстати, я напомню, после смерти Егора Гайдара прошло 40 дней, Юрий Лужков с Гаврилом Поповым в МК публиковали критичную статью. Сегодня рубка страшная, вот. Я только, извините, видите, как я опозорился. По-моему, в 19 часов рубка страшная у нас на этот счет. По этому поводу. Да, своя правда будет передача. У-у-у-у. Вот. Очень серьезно. И продолжаем следить. В общем, в МК в Коммерсанте смотрите за этим спором. Ведомости рассказывают про мошенническую операцию, которую провели какие-то хакеры. Они заблокировали работу Windows на огромном количестве компьютеров у нас в стране. И этот Windows предлагал, чтобы разблокировать самого себя, отправить смс-сообщение платное. И вообще это мошенники, это уголовное дело. Предположительно, потери составляют сотни миллионов рублей, потому что очень многие пострадали. Смотрите в ведомостях подробности. Все, кто пострадал, что там нужно делать и так далее. Это в ведомостях. И еще, конечно же, Путин, наш премьер, побывал в Чувашии и сказал, что у россиянские студенты будут учиться бесплатно у нас. 9 часов 30 минут. Новости на Росе. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 9 часов 33 минуты. Мы продолжаем. Это не лото, это не лото. Сегодня публикация в новых известиях. И есть несколько сообщений у меня в почте. Наши слушатели написали мне в почте, что напротив, практически напротив театра Вахтангова, теперь можно поиграть в автоматы, которые якобы лото. Кинотеатре «Ударник» напротив Кремля. Кинотеатре «Ударник» практически напротив Кремля, напротив храма Христа Спасителя. Если быть точным. Можно и так, да. Да, если быть точным, тоже автоматы и тоже это не лото. Якобы под видом лото, под видом всевозможных якобы симуляторов игры открываются все новые и новые залы игровых автоматов в Москве. Нам нужны свидетельства. 7, 8, 8, 107, 0. Кто играл? Кто играл? 7, 8, 8, 107, 0. Кто играл, кто организовал? Послушайте, правда. Давайте спросим, кто играл? 7, 8, 8, 107, 0. Вот сейчас уже вот, когда это запрещено категорически. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей, меня зовут Петр, Москва. Да, Петр, как вы играли? Ну, я играл еще посредственно, он с товарищами заезжал и видел, как это происходит. И очень сильно обрадовался, когда все это дело закрыли и отбили со стороны зоны в России у нас для этого. Подождите, подождите, сейчас играют? А сейчас играют, я и звоню по этому поводу, собственно говоря. Да, вот не далее, как позавчера был свидетелем станции метро Биберева в одном из развлекательных заведений под видом лото. Прям в кафе стоят эти автоматы, и люди точно так же в них играют. Кто крышует? Но вы сами-то не играли. Кто крышует? Нет, сам не играл, естественно, потому что я никогда не был любителем большим. Мы на 56-й широте, мы в правильном месте, здесь кто-то должен крышевать. Кто крышует? Ну, наверное, кто-то крышует. Честно сказать, тяжело, потому что комплекс достаточно большой, трехэтажное здание, если говорить конкретно, заведение называется, по-моему, КУКУ, или что-то в этом роде, да. Но, совершенно спокойно, стоит там порядка 5 или 10 автоматов, и молодежь 17-18 лет приучают к тому... Спасибо, Петр, спасибо большое за свидетельство. Петр свидетельствует, играют, играют. Кто крышует? Интересно, кто еще играл? 7-8-8-107-0. То есть, изменения закона, они же чистые, их крышевать, может, даже не надо. Надо. Алло, здравствуйте. Алло, у нас живут по понятиям все-таки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, расскажите, как вы играли? Ну, я там не играл, но я просто знаю, что сейчас, например, в Балашихе есть тоже маленькая точка, не большой клуб, а просто маленькая точка, где раньше были автоматы, сейчас написано ЛАТО. И там все играют все же автоматы. То же самое, и выигрыш на деньги, и проигрыш на деньги. Да, конечно. Все абсолютно настоящее. Спасибо. Кто крышует? Я думаю, милиция. Милиция. Без милиции не могут. Давайте, ну, кто крышует? А те же самые, а кто раньше крышевал, те и крышуют, а почему они должны крышевать? Ну, раньше нет. Почему? А почему? Те же самые люди, те же самые автоматы там стоят. Позвольте мне, позвольте мне выступить с опровержением. Раньше крышевали, ну, не так. Раньше, ну, как, ну, я вам моляю, раньше за этим стояли совсем большие структуры. Ну, а сейчас, вы думаете, они не стоят больше? Нет, 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 нет. Сейчас стоят совсем маленькие, которые грозят за вырастет. Нет, вы знали, вы знали, какие казино принадлежат чеченам, какие грузины держат и так далее. Нет, раньше вы понимали, что, значит, там вот это, так сказать, там солнцевские, там крупные, при том солнцевские давно уже там под какими-то администрациями, понятно, да, и так далее. То есть это все уже совсем как бы было высоко структурировано до этого. Сейчас вот эту точку, если это точка, сказать, что это будут держать... Они же всех же в местах находятся физически. Да нет, но они, нет, какие-то большие бизнесы, ну, послушайте, которые сотни миллионов долларов, они уехали в Минск, еще куда-то, еще куда-то в Турцию, бог весть, понятно. То есть большие бизнесы смылись с этой темой. Остались одни неудачи. Большие бизнесы в кино три автомата держать не будут. Значит, это все, а уже новые нарождаются. Нарождаются новые, которые меня спрашивают, кто крышует? То есть вот-вот вопрос. Те большие, я умоляю, я ходил в этот, о чем вы говорите? Да нет, понятно, Сергей, понятно. Я ходил как-то на стрелку в... Может, еще не поздно войти? Как же называлось это казино? И, значит, я, что вы, там такие бароны заходили, я рядом с ними... Все равно был какой-то такой сбежавший... В полосатых брюках, с сигарой, с перснями. Совсем серьезные клиенты. Я забыл, кому то ли чеченам принадлежал то место, то ли грузинам, куда я заходил. У-ля-ля! Нет, сейчас кто-то другой крышует. Нет, эти не будут. 7-8-8-10-7-0. Кто играл, и скажите, кто крышует. Кто играл, расскажите. И ваша точка зрения, кто крышует сейчас? Алло, здравствуйте. Доброе утро. Да. Знаю метроводный стадион. Два зала больших, достаточно игровые автоматы. Кто? Вот как вы думаете? Старые большие бизнесы, думаю, расползлись все-таки. Большие, да. Но это при том же остается на тех же местах, где было до закрытия. Они сначала закрылись, потом открылись. Да. Кто их держит? Ну, соответственно, я думаю, это администрация местная, управа и так далее. То есть это на уровне управы, префектуры что-нибудь? Да, 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 конечно. Потому что это все на глазах, это с рекламой даже. Как только называется, лота. Ага. Вот прямо возле метро. И МВД. Значит, вы полагаете, МВД и префектуры что-нибудь? Я не правую. Вот на этом уровне. Ясно, спасибо. Значит, крышует. Все играет, все играет, все звенит, звенит, звенит. Три семерки сыпятся на вас и так далее. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Расскажите, где вы играли и кто крышует, по вашему мнению? Я не играл, я как-то давно заходил, там лет пять назад, но меня не увлекло вот этот процесс. А почему вы не думаете, что это лазейка в законодательстве, ее просто тупо используют? Специально оставили, может быть, даже? Ну, возможно, да. Просто я работал на госслужбе пять лет, занимался нормативно-правым регулированием. Да. И знаю, что, допустим, закон вы не пропишете четко так, чтобы не было никаких пробелов. И если нужно обеспечить, ну, такой высокодоходный бизнес, как игровые аппараты, да, то этим можно воспользоваться, опять же, при поддержке различных силовых структур. То есть есть лазейка, и можно воспользоваться? Нет, понимаете? Да, вы просто, вы никак не... Ну, вы пойдете в суд, да, то есть это нужно менять законодательство, вносить изменения на уровне закона и все четко прописывать, иметь большую, огромную практику. Ну, вы понимаете, что достаточно полслова, полуказания для того, чтобы это... Ну, это понятие. Ведь это же трактовать, трактовать. Нет, трактовать. Почему? Трактовать можно. Можно же по-разному. Например, вы идете не по зебре, да? Переходите дорогу не по зебре. Я могу сказать, ну, какая разница, господи, подумаешь, тем более на улице немного машин. А с другой стороны, я могу сказать, это антисоциальный элемент, он демонстративно, из хулиганских побуждений, показывая свое... показывая безнаказанность, демонстрируя безнаказанность и презрение к обществу, идет не по зебре. Понимаете, это трактовки. Значит, можно эти залы трактовать как элемент преступности? Это можно трактовать, но, опять же, там крутятся очень большие деньги, которые, я так думаю, просто так не упустят из рук. Не упустят. Спасибо. Мы не знаем, кто это крышует. Вот единственный вопрос, на который... не знаю. Слушайте, СМС. Плюс семь девятьсот двадцать пять, что один сто семь и ноль. Вот кто, вы думаете, крышует сейчас эту тему? Потому что игровые автоматы все остались. Ну, не все, пожалуйста. Но как бы они снова процветают? В ударнике аппараты открыл Вулкан, а он принадлежит людям, близким к Лужкову. Кто такой Вулкан? Кто такой Лужков? Вулкан — это фирма огромная, которая владела... Да? Ну, не знаю. Ни Лужкова, ни Вулкана, никакого не знаем. ФСБ крышует, пишет нам. Ну, не знаю. Слушайте, значит, вот плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один сто семь и ноль. Сто один сто семь и ноль. По девятьсот двадцать пятому коду. СМС-ку бросьте. У кого есть этот самый русновости.ру доступ, бросьте нам на русновости.ру, на наш сайт. Ладно? Я прочитаю. Вот. Через минуту вернемся. Новая тема. Подъем. Настенька аж подпрыгнула. Настенька подпрыгнула. Микертыч, который сидел на... На опоре Крымского моста. На опоре Крымского моста. Вот этот Микертыч, который рассказывал, как он из МВД, как он сидит на опоре Крымского моста. Он сегодня у нас в шесть. Внимание, спокойно. Значит, в программе позиция. Он будет защищаться от людей, которые... Ездит на Мадагаскар? Ну, серьезно. Он будет защищаться от людей, которые будут его позицию критиковать. Он готов публично отстаивать свою позицию. Микертыч... Микертыч, это фамилия, да? Нет, Микертыч, это имя. В хорошем смысле я не помню Асламазян или Айвазян, но... А, честно? Да, но я не помню фамилию. Микертыч и имя его. Он сегодня у нас 18 часов. Понятно? Ну, это серьезная тема. Слушайте, значит, про дороги. Сейчас с докладом выступит Настенька. Настенька с коротеньким докладом, давайте. Что там? Значит, дороги передают. Дороги. Внимание, товарищи. Вы думали, вам построят платные дороги. Вы обломались. Сергей, давайте не с этого начнем. Давайте начнем с того, что все газеты пишут. Утверждены правила проезда на коммерческих трассах. Никто не говорит на каких. Да. Все об этом скромно молчат. Наши трассы делаются коммерческими. Да, где-то в глубине ссылок можно понять, что, оказывается, автодору передаются, значит, эти наши трассы. М4, М6, М2. Абсолютно верно. И так далее. Внимание, перечисляю. Дорога на Выборг, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург делается платной. Значит... А вы можете бесплатно проехать через Череповец, это никого не волнует, пожалуйста. Значит, ну вот эта дорога, Москва-Санкт-Петербург, она платной будет. Москва-Минск, трасса М1, Беларусь. Она делается платной, товарищи. Северный объезд Одинцова, которого нет, еще не существует, который пройдет по землям барона Абрамовича, насколько мне чудится весь. Он там в совхозе Матвеевская Абрамович долю имеет, знаете. Ну вот, да, конечно. Ну вот. Значит, М2 Крым, Орел, Тула, Орел, Курск, Белгород. Делается платной, платной дорогой. М4 Дон, которая у нас в Сочи, Ростов-на-Дону и фиг знает, и все подряд. Значит, это тоже она делается платной, за исключением двух крошечных участков. Рядом с Миллеровым. Я вот не могла понять. Рядом с Миллеровым бесплатно будет, а там всюду потом... Перед Липецком там что-то такое бесплатно. Перед Липецком крошечная тоже бесплатная. А так всюду платная она будет. А? Почему они бесплатные будут? Для того, чтобы заманить вас. Это как липучка, липучка такая для мухи, знаете? Ну, чтобы вы сели. Жена может будет говорить, ну, поехали по М4. Там уже целая кусочка бесплатная. Да, да. Потом еще. Обход Гэчи-Баксары, Владимир, Нижний Новгород, вот эта канитель, тоже платная до Владимира. И как будто М6 тоже платная в некоторых изданиях. Главная дробь, потому что никто не знает. Все станет платное. 1 мая 2010 года, совсем скоро, сразу несколько федеральных дорожных объектов будут переданы Автодору. Но мы не знаем, кто. Мы не знаем, кто. При этом Автодор должен будет за 60 дней известить клиентов о том, что дороги становятся платными. То есть где-то в середине лета неизвестно, какие дороги. Вот это позорище. Я знаю, какие дороги. Предположить, что Крым и что еще. Нет, нет, нет. Вот это позорище наше, которое называется дорога, которая вообще не дороги, конечно, никогда. Цена-то, цена-то вас не считает. Ни разу не дороги. Сколько, сколько, сколько? От 3 до 5 рублей за километр. Ну, пожалуйста, с наслаждением ездить 2 километра, плачь 10 рублей. Да. А интересно, будет ли взяточничество на КПП, вот на этих, как вы думаете? А, слушайте, у меня есть друг один. По обочине. У меня есть друг, слушайте, внимание, сейчас я расскажу случай. У него принцип, он всюду торгуется. И он будет там торговать? Да, нет, он говорит, ну принцип. Я подъезжаю на Тол, на Тол, на это самое, Нью-Джерси Торн-Пайк. И подъезжаю на Тол. И поскольку у меня принцип торговаться, я начинаю торговаться. Ну, он говорит, так для смеха, конечно. Он в Штатах торгуется, что дороже, говорит, дешевле заплатить и так далее. Представляете? Его зовут Паша Блюмкин, он выдающийся финансист. И он правда, он правда интересный финансист, Паша Блюмкин. И он торгуется даже на Торн-Пайках, на этих, на Толах. Вот интересно здесь бы поторговаться. Я думаю, здесь все шансы. Да? Продумывать стратегию и так далее. Без квитанции пополам. Без квитанции пополам. А тут 3 до 5 рублей за километр. А там камеры висят у них всюду. Ага. А вы что, ой, мне вас учить, что ли? Заклеить камеру жвачкой? Хорошо. Хорошо, хорошо. Слушайте, дороги станут лучше. Дороги станут лучше. 6600-691. Значит, я так понимаю, все, что осталось недопиленным, будет допилено. И вот эти советские дороги, они будут отданы в распил, как говорится. Значит, вы считаете, что от этого они станут лучше? 6600-691. Ну, все-таки бабло пойдет, и там где-то что-то заасфальтирует, глядишь. 6600-691. Дороги станут лучше. 6600-692. Нет, лучше они от этого не станут. Нет. 6600-692. Вы верите в то, что дороги, сделавшись платными, обнаружат свойства улучшаться? 6600-691. Вы думаете, что на дороге, сделавшись платными, не обнаружат такого свойства, какой-то тенденции к улучшению? 6600-692. Затэс пишет, что думает, что никто за это платить не будет, кроме москвичей. А, да. Один москвичей остался 177 номера на трассе. Алло, здравствуйте. Богачи. Добрый. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас звать? Меня зовут Ирина. Ирина, ну расскажите, да. Ну, вот мы много лет ездили на юг. А через какую? М4, М2, какую вы берете? М4, да. М4, понятно. Скажите, а что будет с нашим югом, туризмом? Я думаю, люди уедут совсем в Турцию и Египет. Ну, а уже вот оставшие... Тогда обоснуйте, почему вы не ездили в Турцию и Египет? Да. Причина, причина. Ну, у меня муж был против, как бы одно другого особо не касалось. Но я думаю, теперь и он перестанет ездить. Смотрите, пробка у Ефремова, раз. В Ельце. В Ельце пробка 2. Значит, гайцы всюду на дороге стригут 3. Значит, галечные пляжи на Черноморском побережье России 4. Дизентерия 5. Вам есть песок в районе Анапы. Ну, пожалуйста, мало всего вам песка. Ну, давайте честно говорить. Значит, все равно. Все, честно. Значит, вафельные полотенца времен Сталина, которые выдают в санаториях. Такие совсем прохудившиеся. Помнят, с двумя койками. Даже негодные на портянке. Вот. Кругом дизентерия, антисанитария, мухи. Так я спрашиваю, почему вы до сих пор не ездите в Хургаду? Как смешно. Нет, почему? Я и туда, и сюда ездила. Но муж мне предпочитал только отечественный юг. Потому что... Ну, в детстве, наверное, ездил, да? Привык. Что такое? Послушайте меня. Я керчяне. Ир, я родился в Керчи. Керчь это... Почему я с презрением говорю? Да, да, да. Керчь. Керчь это родина дизентерии, да. Так вот, я там родился. Слушайте, и я хочу вам сказать, что и я пролетаю над Керчью с огромным удовольствием куда-нибудь в Сома-бэй, куда-нибудь в Шаркс-бэй, что-нибудь в этом роде. Да-да-да, отучитесь от этой вредной привычки. Вы будете теперь, Сергей, пролетать и смотреть над титаническими дорожными работами? Нет, я всегда знаю, где родная Керчь. Я всегда знаю, где мой родной Крым. Он подо мною. Крым подо мною. После Крыма я иду в туалет. Я сейчас объясню. Дороги станут настолько хороши. Крым через два часа после вылета из Москвы. Когда вы летите на юг, еду подают через полтора часа. То есть что-то сразу после Харькова. Подносик пластмассовый забирают перед Крымом. И как раз во время Крыма ты идешь в туалет. Ну, потому что после еды. В самолете. Внимание, это очень важно. Еду подают над Харьковом. Вы следите за моей мыслью? Да. Подносик долго не убирают. Ты сидишь все время с подносиком аж до самого Крыма. Над перекопом у тебя забирают подносик. И ты устремляешься в туалет. Все время, пока ты летишь над Крымом, ты в туалете. Ну, это так получается. Я не знаю почему. Какая-то гадость. Ужасно. 9 часов 52 минуты. 9 часов 52. Что? А, про дороги. Сейчас скажу Льву Быстрову. Про дороги голосования скажу. Погнали. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев Быстров, аналитик фонда Биржи РТС на связи с нами. Лев, здравствуйте. Доброе утро. Лев, позвольте, я быстро оглашу результаты голосования. Перед рекламой мы объявили, что вводятся платные дороги, как вы знаете, на Питер, на Белоруссию. Решительно все оставшиеся дороги постепенно сделаются платными. И от этого они обнаружат тенденцию к улучшению. 3,2% наших слушателей полагают так. 96,8% зломные скептики предпочитают считать, что, сделавшись платными, наши автодороги не обнаружат тенденции к улучшению. Ура. 96,8%. Нездоровый скептицизм. А вы-то счастливы? Вы думаете, что обнаружатся, что они лучше сделаются? Я надеюсь. Правильно, и правильно. 65 миллионов лет назад здесь бродили динозавры, и уже ни одного нет. То есть все равно все к лучшему движется. Действительно. Вот видите? Хорошо. Давайте, что же у нас с биржей? Ну, в принципе, рынок тоже вчера сделал попытку двинуться к лучшему, несмотря на дневное снижение. Да. Закрылись мы, дневную сессию закрыли снижение всего 30%, и вечером на эти же 0,3% вверх мы попытались отрасти. 3 489,5 пунктов по индексу РТС. Да. Тем не менее, сегодня открытие все равно, скорее всего, произойдет разноправленно или даже вниз. Вечерняя сессия по акциям у нас закончилась разноправленным движением. Нефть за вечер вчерашний тоже ушла немного вниз, и, в принципе, уже заговорили о том, что баррель Брентус сможет скоро показать стоимость 70 долларов. Ну, у нас же бюджет из 60 рассчитан. Ну, действительно, в принципе, немножко рынок по колебле. Вы держитесь там, а мы тут за вас будем держать пальцы в кулаке. Хотите? Хорошо. Давайте, хорошего дня, хорошего дня. Это Лев Быстров, 9,55, движение. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении, расскажите нам, где вы едете, что увидите. 7 8 8 107 0. Расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, доброе утро. Сергей, меня зовут. Да, где вы? Ехал по Волгоградке от Кузьминок до третьего, как обычно. Хрен проедешь, как говорится. Тяжко, тяжко, да, тяжко. Есть, есть. Держитесь все равно, изо всех сил Сергей проедет. Мы знаем, он проедет. Однажды он проедет до этого самого третьего кольца. И уж только там встанет. Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро, зовут меня Юрий. Вот еду с Голицына, наблюдаю две аварии с участниками сотрудников милиции. Значит, одна на Рублево-Успенском, в районе Барки. Ага. Лобовое столкновение с Тойотой, ну, как бы, вроде как живые. Скажите, а милиция на чем? На ДПСной. ДПСной. Форд Фокус. Форд Фокус с Тойотой столкнулся. Да, а на Малых Веземах там перевернулись в ППС на УАЗике. Оля-ля. Слушайте, а знаете что? Как-то очень остроумно вчера по минус 21 разлили жидкую грязь от Лужкова. Вот эта жидкая грязь, которая специально разливается на дороге. А она, гадюка, превратилась в кашку. Вот вчера был каток. Может быть, это вчерашняя тема осталась? Ну, может быть. Я вот за полтора часа сейчас доехал до Крылатского. Ага, ничего себе. Значит, две машины. Одна машина милицейская в лобовую разбила Тойоту около Барков. И в Малых Веземах еще одна перевернулась, милицейская машина. Это, знаете почему? Это потому что зима. Потому что вседозволенность, вседозволенность милицейская, сталкивается с силами физики. Понимаете, милиция не верит в физику. Вот в чем дело. А я настоятельно советую вам, товарищи, помнить, что существует инерция скольжения, всевозможная гравитация. То есть чертова уйма физических законов, которых Государственная Дума не в силах отменить даже для милиции, товарищи дорогие. Вот все. 9 часов 57 минут. Погнали, спорт. 10 часов 3 минуты. Вторник, 26 января. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей Даренко. Слушайте, не надо, не надо разоблачать меня, не надо. Курс доллара вырос на открытии, неважно, 30-25 пошли сделки. 30-25. Все газеты сегодня написали, доллар перешел порог, 30 рублей. Не порог, а Улюкаев перешел порог. Все очень хорошо знают, что Улюкаев сказал, что корзина будет 38. Естественно, кто же. А доллар нет, он так дорожает на Форексе сейчас. Но не то, чтобы уж совсем. Вот он был 1,4170 несколько часов назад, сейчас он 1,4095. Хорошее движение, большое, видите, почти на фигуру. Но это интересно. Что еще, что еще? А я не знаю, сколько это интересно всем. Хозяин Черкизона Исмаилов намерен вернуться в Россию в конце января. Это Реоновости. Да, владелец группы компании Эстет Эльман Исмаилов вернется в Москву после нескольких месяцев жизни за пределами России. Сообщил в Реоновости источник. Вот и все. А что, что, что? Ну, то есть он, значит, да, обо всем договорился. Он же не будет, он же не мальчишка. Премьер-министр, написано Владимир Путин, лишь однажды высказался по поводу дела Исмаилова, сказав в начале декабря прошлого года в ходе прямой линии, что с контрабандой будут бороться, однако ничего криминального в самом факте строительства гостиницы в Турции нет. Послушайте, у меня есть к вам история. История человеческая. История человеческая, которая история нравственная, история юридическая, которую я прошу вас оценить. Смотрите, есть человек, который обратился через форумы, его всюду поднимают в топы. Вот я вижу gans.ru, gans.ru talks, ну, неважно. Значит, на моего ребенка напали. Эта вещь висит с 15.01, насколько я понимаю. 15.01. С 15.01. 15.01. 15.01. А нет, смотрите, 15.01 напали. А когда он повесил, может быть, чуть позже. Ну, в любом случае, это сейчас в форумах люди поднимают в топы. Люди очень заинтересованно обсуждают. 15.01. На мою дочь, он пишет, 12-летнюю, возвращавшуюся из школы, напал в подъезде Пехтерев Рован Вальевич, 72-го года рождения, уже имевший судимость за попытку изнасилования. Значит, ситуация, смотрите. Я вам перескажу последовательно, потому что там в письме у него он, как бы, он не писатель он никакой. Слушайте, значит, идет девочка, 12-ти лет, из школы. Она идет в свой подъезд, за ней 400 метров, я сейчас с его слов пересказываю, ну, потому что это разбросано по его тексту. За ней примерно 400 метров, как она потом объясняет, шел этот дядько. Дядько, 72-го года рождения, это мальчику нашему 37 лет. 37 лет. Он имеет уже судимость за попытку изнасилования. Значит, он идет за ней, видно, от школы 400 метров чапает, да? Ну, откуда-то идет. Когда она открывает дверь, там есть доводчик, который, и написано на дверях всюду в Москве, что не надо силой закрывать дверь, иначе ломаешь доводчик специально, автоматически. Он успевает всунуть руку и не дает доводчику захлопнуться, то есть он добегает за ней. И когда она открывает дверь своим магнитным ключом, он добегает и захватывает дверь и залетает с ней в подъезд. Дарья в подъезде, он по его словам и по ее словам и тут совпадает, пытается ее целовать, 12-летнюю девочку эту. Она говорит, он пытался меня целовать, а он говорит, я только хотел ее поцеловать. Значит, она достает баллончик, успевает, уворачивается, достает баллончик, прыскает ему в лицо что-то из баллончика. Ну, там какие-то у леди бывают баллончики. Да? Да. Да, у леди, мы это обыкновение, ходить с баллончиками, в том числе 12-летняя леди, там юная леди. Значит, она прыскает из баллончика и воспользовавшись замешательством, а также видно резвостью какой-то 12-летний ребенок, она ускользает и бежит, бежит, бежит. Что говорит отец? Настойчивые звонки, отец мгновенно, значит, отец мгновенно видит мать, как мать встречает ее, она бросается к матери вся в слезах, девочка. Он одевается, там, как-то нелепо, он говорит, там, как-то вдруг шорты, а на шорты брюки, ну, как-то мгновенно все это, значит, не раздеваясь, прям как бы по-домашнему сверху брюки, бегом. Обыскивает дворы, тут же какому-то мужику говорит по пути, что, мол, вот так и так. И тот мужик ввязывается тоже искать этого мужчину. Находят мужика, который быстро-быстро-быстро перебежками движется, начинают за ним бежать, он убегает. Потом они его ловят, где он где-то спрятавшись пытается протереть глаза, потому что глаза, она прыснула ему в глаза из баллончика. Сел на корточки и пытается глаза, значит, продрать, потому что, видно, там, действие продолжается. Ловят, валят, валят этого мужика. Он тут же сознается, и это его слова, я только хотел ее поцеловать. Больше ничего не хотел, только хотел ее поцеловать. И они его сдают в милицию. Внимание, никакого уголовного дела нет. Вот я спрашиваю, для меня это принципиальный вопрос. Это попытка или не попытка? Это состоявшееся преступление или нет? Это намерение преступления или нет? Вообще говоря, можно хоть что-то? Я юристов спрашиваю, не отцов семейских. Послушайте, сейчас отцы семейских позвонят, скажут, да мы бы его пристрелили. Я бы тоже. Внимание, секунду. Нам нужен юрист, потому что нам нужно понять. Ребят, серьезно, не звоните вот все подряд. Сейчас юрист. Объясните, это было что? Вот это было что? Это попытка преступления? Это преступление или еще нет? Почему нет уголовного дела? Милиция его продержала какое-то время. Есть у него страница ВКонтакте у этого парня, у этого человека, где он распространяет свои стихотворения. Он кладет на стихи ру, на стихи точка ру, есть стихотворение Пехтерева романа, который раздался в парке пьяный свист, над головою клен, стрепенулся, их поцелуй был нежно чист, с решимостью он обрернулся, главарь был ростом неказист, ударив палок парня, улыбнулся, и в круге похотливых лиц, грудей он девочки коснулся. Это он пишет такие стихи. Значит, он пишет стихи и вывешивает их на стихи точка ру. Этот Пехтерев. Понимаете? Значит, сейчас идет война в блогах, потому что Пехтерев пишет, что его незаконно продержали в милиции, что у него украли мобильный телефон, что он вообще, говоря, ничего не хотел. А теперь у него новая версия, что он просто хотел отлить. Он говорит, я выпил два пива и бежал за девочкой, чтобы отлить в подъезде. Ну и что? Ну и что? Ну вот, так, ну да, плохой, плохой, плохой. Но ничего не хотел, ничего не хотел. Там, в милиции и всюду, он говорил, я только хотел ее поцеловать. Так где, вот есть преступление? Боже, Боже, Боже. Внимание, факт преступления. Ребят, серьезно, нет, понятно, что их надо таких кастрировать и расстреливать. Это я понимаю. А мне нужен юрист, который скажет, где, в какой момент там было преступление. Потому что нам нужно, с точки зрения закона, точно, абсолютно... Алло, здравствуйте. Алло, вы юрист. Нет, не юрист. Нам нужен юрист, тем не менее. Алло, здравствуйте. 788-107-0. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Вы юрист? Да, юрист. Скажите, вот в какой момент было преступление или его не было? Было, естественно. Это все равно насильственное действие с актуальными характерами. Человек заведомо не достигшим 16 лет. Есть. Вот то, что он к ней лезть целоваться, это все равно... Да, да, все равно сексуальное характер действие. Поэтому, тем более, оно все равно против ее воли. То есть, здесь двух дней не будет. Все равно это покушение на преступление. Все понятно, все понятно. То есть, это все равно должно было быть открыто, уголовное дело, то, что милиция ничего не возбудила. Все понятно, все понятно. Спасибо вам огромное, спасибо. Вот это справка от юриста. Через минуту вернемся, будем обсуждать эту тему. Договорились? Погнали. Подъем. Ну, пробуем, пробуем. Все равно пробуем. Дозвониться. Сейчас, секундочку. Алло. Я пробую дозвониться, и это важно. Вы сейчас обнаружите, насколько это важно. К сожалению, мы не успели во время рекламной паузы дозвониться отцу девочки, вот этому отцу, который 12-летняя девочка, и просто с ним договориться о том, что мы ему позвоним. И мы, видите ли, прямо вот из предела рекламной паузы, вывалившись, звоним прямо сейчас. Прямо сейчас звоним. Хорошо, и еще позвоним. А может быть, сегодня днем это в канале обсудим. И мы все-таки до него дозвонимся. Значит, смотрите. Да, это преступление. Да, это преступление. Значит, он пишет. Я стыдиться не хочу ничего. Вот этот вот подал жалобу. Подал жалобу. Пехтерев. Сам Пехтерев. Поэт Пехтерев. Он в соцсетях. Он на Ганзру. Да, я смотрю, у него там 10 подписчиков. Его стихи. Абсолютно верно. Значит, он пишет. Меня двое суток продержали в УВД. Нарушили статью 51 Конституции РФ. А что зашел за девочкой в подъезд отлить? На улице-то светло. Да и короткий. Что-то народ с работы идет. Район незнакомый. Так выпил две бутылки пива. И утром кофе. Есть справка из травмпункта, что ему там носовали в милиции. А я думала, что он подъяснил. На имя генерала-майора ЦАО подана жалоба. Сотрудники милиции меня ограбили сотовый телефон. Он сейчас заблокирован под зарядку. Сотрудники не делали. 1500 рублей. Флешка с рабочими документами. Даже газету МК и сигареты забрали у него сотрудники. По его словам. Значит, выпустили его в 19 часов, а закрыли в пятницу, в воскресенье. Значит, закрыли его туда, в пятницу. Он двое суток был в милиции. Прокурор отказал в возбуждении уголовного дела. За отсутствием состава преступления. Прокурор отказал в возбуждении уголовного дела. А вот как же? И все. А вот нам телефон этого Пехтера уже присылают. Как это мило. Как это мило. Да, у него вконтакте.ру есть страничка. Я просто не могу туда войти, потому что я не состою. Андрей пишет, попытка поцеловать не преступление. Нет состава преступления. Очень тяжело доказать. А, возможно, он будет говорить, что он хотел ее благословить. Как-то в лобик. Да, да, да. Он будет говорить это. Вот для меня вопрос. Как с этим бороться? Потому что отец в отчаянии. Отец. Отец просит помощи у нас, у общества. Вот он нас спрашивает. Товарищи дорогие. Что делать? Пехтерев рядом с нами ходит из Дочеремей. Да, да, да. Может быть, передожди. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир из Москвы. Да, Владимир. Я считаю, что просто занесли. Занесли? Занесли? Просто. Оба занесли и все. Сотрудники же прекрасно понимают, что это была попытка их изнасиловать. А, то есть вы имеете в виду, что занос со стороны вот этого певца пива, который пил пиво? Ну, или помощники, или родственники. Ну, кто-то занес и проблему решили. Ну, да, ну, да. Может быть, может быть. Понятно, вы так считаете. Но я думаю, что юридическая сторона дела. Он может спорить, он может говорить. Вот сейчас у него версия. А он скажет, да, я не сексуально целовал. Я пытался целовать ее в лобик. Ну, да, чужой ребенок. Ну, умилительно, умилительно, умилительно. Умилительно. Хотел поднять ее на ручки, вот так, с девочкой спасенной на руках постоять. У нас, знаете, с каменными, извините, лицами, да, там, какие-то высшие чины говорят, все равны пред законам. Нет, а он скажет, она девочка порочная, нет, она девочка порочная, она подумала не весь что. А я хотел просто в лобик ее посылать. А потом оказывается, что можно делать все что угодно у нас, оказывается, на улице. Да? Понимаешь? Вот, 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 это, это, это важно. Это важно понять. Что еще можно делать? Давайте расскажем, что еще можно делать безнаказанно у нас на улицах и в подъездах. 7-8-8-107-0. Может быть, есть еще какие-то видения? Да, да, это очень странно. Писать можно, значит, у нас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, я тут посмотрел еще и в интернете на эту тему, какие есть статьи, какие есть нюансы. На самом деле, это очень хлипкое дело, потому что на девочке, как я понимаю, нет никаких физических... Абсолютно! Вот, внимание, внимание, это важно. И поэтому ее слово против его слова. Как вас зовут, извините? Меня зовут Сергей. Да, Сергей, слушайте, значит, девочка была в зимней одежде. Девочка была в зимней одежде, и у нее нет ни малейших царапин, синяков, вообще ничего на теле. Вообще ничего. На частичке козы его могли... Ничего нет, внимание, ну нет ничего. Внимание, он ее дернул за куртку там где-то. Например, внимание, просто попытаемся конструировать ситуацию. Сергей, вы с нами, да? Да. Давайте конструируем ситуацию. Он за ней вбегает в подъезд, блокируя, не в свой подъезд, он там не живет. Его слова, я вам хотел помочиться там. Камера наблюдения должна показать, как он туда входил. Видно, видно, что он блокирует отбойник, как бы не дает этому, ну, не дает доводчику дойти. Это ему в минус. Это ему в минус. Значит, он вбегает за ней, и дальше хватает ее за куртку, например, обнимает за куртку, сзади поворачивает, все. На ней нет следов никаких. Ну, на самом деле, нужен будет очень хороший адвокат. В сторону родителя работает то, что человек ранее привлекался, и его действия, свидетельствующие о том, что он, его намерения были не совсем законными и чистыми. Если ты заходишь пописывать в подъезд, ты не блокируешь отбойник. Ну, как? То есть тебе нужно туда проникнуть. Ну, тем не менее. Ну, ты перехватываешь рукой, как бы, или ногой, там, когда, чтобы не дать захлопнуть. Нет, нет, нет. Ну, тут, 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 конечно, очень все будет тяжело, и очень сухлепно. Ну, согласитесь, согласитесь. Он не оставляет следов, потому что она в зимней одежде. Он ее хватает, он начинает ее целовать. Должен никаких следов, она только растрепана. Она может быть растрепана от того, что бежала по лестнице. Понимаете? То есть, да как доказать? Вот как доказать? Никак. А вот никак, вот в том-то и проблема, Сергей, спасибо большое. Вот никак. Вот понимаете, что никак? Вот ничего нет. Ее слово против его слова. Она, она, она травмирована психологически. Надолго, я думаю, на годы. У нее психологическая травма, может быть, навсегда. Она подавлена, она раздавлена, она испытала, она расценивала это как насилие. И он считает, что ну и делов. Ну делов-то, елки. Понятно, да? Ну в этом же проблема. А как? А отец в смятении. Отец не знает, что делать теперь. Отец не знает, что делать. Что делать отцу? Ну, ходить девочку провожать теперь. Ну, ходить девочку провожать. Да, ну, а сердце мужчины требует же и наказания обидчика. Какое-то, правильно? Ну как? Ну, а как? Что же, он рядом ходит опять. Ну, а там, может быть, тоже есть какие-то вполне законные способы как-то испортить жизнь этому Пьехсареву? Не знаю, какие-то есть. Оля-ля, слушайте, проблема большая, согласитесь, потому что да, 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 справедливо звонит нам Сергей, который говорит, я сейчас посмотрел в инете, а на ней нет никаких повреждений, он и не поцарапал, ничего, не порвал одежду, ничего. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Валерий. Да, Валерий. Имею отношение к проохранительным грамм в прошлом, работал в уголовном розыске. Ну, вот скажите нам, пожалуйста, такой казус, вот отец в отчаянии, да? Мне здесь кажется, немножко перегнули палку сотрудники милиции. Как? Вот в каком моменте? Раз он обратился в прокуратуру с жалобой, перегнули палку, и здесь, скорее всего, был Бартов. А-а-а. Это, ну, попахивает этим, это неоднозначно, но при этом здесь нужно не забывать, что закон как дышло, куда повернулся, да и вышло. Подождите, то есть я поясню нашим слушателям. Возможно, его так отпрессовали и избили в милиции, что когда прокуратура, то есть они поняли, что перегнули палку, милиционеры, и дальше легальными путями преследовать его уже не могли. Да, и они сказали отцу, подошли и сказали, извините, мы ничего сделать не можем. Ничего не можем, но мы ему тут насовали, типа, за двое суток. Да, но учитывая то, что он ранее судим по этой статье, 131-го, вот, то каким-то образом можно еще накручивать. По крайней мере, здесь можно на экспертизу психическую отправить. Как бы, в перспективе, если хорошо взят. Я понял. Спасибо вам огромное, спасибо. Вот это, вот это, вот это лучший был из звонков, потому что он абсолютно квалифицированно точно нам сказал, и главное, в корень. Значит, я думаю, что милиционеры отпрессовали этого подозреваемого за двое суток так, так ему бока наломали, что они потом по бартеру его, как бы, отпустили, потому что они действительно, ну... Они его уже наказали? Они нахомутали, да, они нахомутали. То есть, вместо того, чтобы его просто держать спокойно и дать ход уголовному делу, они его отпрессовали по взаправде. После чего они прокурору же это и сказали честно, что, смотрите, мы тут, в общем, перегнули палку, и, в общем, лучше концы в воду, лучше концы в воду, лучше замять дело. Вот что предполагает наш слушатель, который долгое время работал в УГРО. Понимаете? Это высоко вероятная история, потому что этот рассказывает, как его двое суток метелили менты. Понимаете? И я думаю, что это высоко вероятно. Его отпустили по бартеру. 10.23. Мы дозвонимся потом еще действующим участникам этой сцены. Посмотрим, какое будет развитие. 10.23. Обзор печати. Подъем. Сергей Доренко. Найросен. Обзор печати. 10 часов 25 минут. Обзор печати. Анастасия Аножко. Все пишут про то, что возобновляется слушание завтра по Евсюкову. Завтра 27 января. Евсюков 27 апреля расстрелял в супермаркете ни в чем неповинных людей. Вот сейчас его судят. Вообще кадровик, который сейчас давал показания, сказал, что это был прекрасный образцово-показательный сотрудник. И ничего такого заподозрить было невозможно. Образцово-показательный такой заголовок во времени новостей. Ну и все газеты, в общем, об этом в той или иной степени написали. Но многие очень в таком издевательском тоне. Российская газета предупреждает о том, что мороз хоть и отступит за Урал, но перед потеплением еще одна волна похолодания будет. Об этом говорит глава гидрометцентра Роман Вильфанд в российской газете. Все написали о новом порядке, то есть, точнее, не о новом, а просто об установлении порядка оплаты дорог, по которым нам предстоит с вами ездить. Оказывается, вот Автодору передают федеральные трассы. И теперь вот был регламент этот оплаты опубликован. От 3 до 5 рублей будет стоить километр. Цена будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля, на котором вы едете, от времени года, от месяца, от времени суток, вообще от многих всяких параметров. В российской газете в глубине на сайте, там вот в статье есть ссылка на карту, собственно, с этими трассами, отмеченными там и М4, и М2. Можете посмотреть. К 1 мая 2010 года уже какую-то часть трасс передадут, и к 2015 окончательно вот все, что по плану заложено, будет отдано Автодору, и специальные операторы будут взимать плату за проезд. Смотрите российскую газету, смотрите новое известие, ведомости и прочих, и прочих. Каждый свое что-то там выуживает из этого постановления. Например, Зайцев на дороге не пустят, понятное дело, но если вы на трассе на платные совершите ДТП, вас могут, например, второй раз там не пустить поехать. К примеру, это российская газета тоже обращает внимание. Затем московский комсомолец продолжает следить за заочным спором Чубайса и Лужкова. Лужков опубликовал совместно с Гавриилом Поповым критичную статью по поводу Егора Гайдара. Чубайс решил за Егора Гайдара, который уже умер, выступить. И вот сейчас эта переписка такая заочная продолжается через московский комсомольец, а также коммерсант обращает внимание на нее. Ведомости публикуют материал о мошенниках, которые... Настенька, я сходил, просто узнал, кто у нас сегодня в 19 часов будет. Значит, Павел Гусев, Павел Гусев, Павел Гусев и брат Чубайса. Брат Чубайса. Сегодня будет спор, своя правда в 19 часов. А в 18 часов, друзья, ой, как я его люблю, будет милиционер, который сидел на Крымском мосту, там на опорах, подобно отцу Федору. Он сидел на опорах, и он сегодня готов вам доказать свою позицию. Он утверждал, что он теперь там живет. Да, он готов спорить с вами о том, что это его позиция, что его незаконно вышвыривают на улицу. Микертыч, вот этот парень, который сидел на опорах Крымского моста из МВД, он сегодня в 6. А в 7 брат Чубайса и Павел Гусев. Обалдеть. Еще вчера на Live News была информация, что Федор Бондарчук совместно с Первым каналом начнут строить новый российский киноцентр Голливуд, своеобразный, на деньги ВТБ. Проект назывался «Главкино». И уже сегодня ведомости пишут, что ВТБ выходит из проекта и не будет его финансировать. Так что сложно понять, что тут правда, что нет, но кого интересует эта тема, можете смотреть ведомости и livenews.ru, две противоположные информации. Путин, премьер, побывал в Чувашии, там в Татьянин день встретился со студентами, объявил о том, что гаитянские студенты будут у нас учиться бесплатно, многие из них учатся в институте Патриса Лумумба, ныне в университете, и не могут даже связаться со своими родственниками. А ведь, естественно, оплачивали, по большей части, именно они свое пребывание здесь. Вот теперь Российская Федерация возьмет на себя заботу о них. Газета «Газета» рассказывает о том, что после убийства зампреда Центробанка один из обвиняемых начал новую жизнь на гонорар в 100 тысяч долларов. И вот Андрей Козлов зовут этого человека, в общем, пока он скрывался несколько лет, он завел роман, потом женился, потом родил ребенка, и сейчас сосредоточен, по словам адвоката, на своей личной жизни. В общем, совсем согласился со всеми пунктами обвинения. И вот эти вот, ой, простите, Андрея Козлова расстреляли, собственно, это он пострадавший. А вот этот вот последний признавшийся говорит, что всю вину признает. Его зовут Андрей Космынин. Итак, 10 часов 30 минут, это был обзор прессы, сейчас новости на РСН. Студентка вот выбросилась какая-то из окна, позвольте, я ее найду, да, откройте, пожалуйста, да. Вот, это, значит, студентка Российского химико-технологического университета имени Менделеева, погибла в понедельник, праздновала она на северо-западе Москвы. Скорая помощь подобрала девушку 90-го года рождения на улице Виллиса Латса, у дома 23, корпус 1, возле общежития вуза. Вот, а с высоты она покончила с собой. Вот, и еще тело пропавшего чести мальчика найдено. Ну, хорошо, значит, слушайте, мы продолжаем, мы продолжаем разговор, и мы меняем тему несколько. У нас есть еще одна невероятно житейская тема, которая тоже возбуждает эмоции, во всех случаях у нас с Настей, и мы с утра уже тут ее обсуждали. Елена Матушевская, это женщина, одинокая мама двухлетней Настеньки. У нее Настенька, девочка у ней двухлетняя, она сама женщина, одинокая. А она в Волгограде живет. Она, значит, пошла по поводу детского садика хлопотать. Потому что первый раз она пошла, когда девочка маленькая была, встала в очередь. Вовсе, там она что-то несколько месяцев девочке была, она уже пошла остановиться в очередь. Теперь, да, как только ей исполнилось три месяца малышке, она уже пошла в очередь на детский садик. А теперь ей два года. Она, значит, записалась на прием, пошла к дяденьке. Сейчас я скажу, как дяденьку звать, потому что без имени это будет не дяденька, а будет кто-то, черт знает кто. А это вот кто? Исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Александр Финагин. Вот. Письмо он ей написал. А он ей написал, чтобы она сдала в приют ребенка. Ну как, он, да, он ей предложил решить вопрос. Она говорит, вот, не могу, послушайте, одинокая баба, слушайте, у нее двухлетняя девочка, а ей работать надо, чтобы кормить девочку. Ну, вообще, она не может с ней сидеть. Ну, ей там, наверное, работать надо. А за няньку нет денег платить. А детский сад не дают ей никак. Она, значит, идет там к властям. И ей чиновник, красавец, оригинал письма, это какая у нас газета? Моя в Google Комп. Это Новая Известия. А, это Новая Известия. А, простите, это просто Известия должно быть. Это просто Известия. Это Известия. Значит, слушайте, а ей пишут письмо, что вы ее девочку отдайте в приют. Не просто в приют, а в интернат. Дом ребенка. Нет, дом ребенка для умственно отсталых. Абсолютно верно, по улице Коммунистическая, 62А. Она не поняла сначала. Думала, может, там детский садик есть при этом доме. Она всерьез восприняла, потому что ей написал Финаген, Александр Финаген. Она всерьез восприняла. Она пошла по адресу Коммунистическая, 62А. Приходит, говорит, слушайте, вот мне письмо пришло. У вас что, тут детский садик, может? Ей говорят, нет, мамочка. Ты в дом ребенка отдаешь ребенка. Да, да, да. Она говорит, а можно, говорит, будет, ну, приходить там. На выходных можно ее брать? А ей говорят, об этом даже речи быть не может. Главным опекуном становится главный врач. Вы пишете бумаги. Главврач становится опекуном. Вы ребенка не видите. Ребенка через год можете потребовать назад, но там будет решение какое-то на уровне чуть ли опять не финал. Тот же самый чиновник. Да, наверное, чиновник решит ей отдать. То есть ей говорят, мама, хочешь работать, растить ребенка? Значит, ты, моя хорошая, сдай его в приют. И работай себе дальше. Работай, работай. И все. Нет проблем. Кто тебе не велит? А? Она хотела в детский садик. Она хотела в детский садик. Я хотел с молодыми мамами поговорить. С молодыми мамами, которые бы рассказали мне об этой ситуации. Она существует или нет. Но именно молодые мамы. Внимание. Это очень легко определить будет по голосу. 788-107-0. 788-107-0. Ситуация, когда молодая мама приходит и просит детского сада. Одинокая при этом. 788-107-0 наш телефон. Она просит, чтобы ее устроили в детский садик. А ей говорят, а вы сдать. Ну, чиновник, официальное письмо. За подписью. Все пироги. Сдайте в дом ребенка, говорит. Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте, как вас зовут? Добрый день, Ксения. Ксения. Скажите, насколько это верно? Насколько это жизненно? Насколько это исключительно ужасно? И как это вообще обстоит дело в жизни? Так оно и обстоит. Я столкнулась с собственной дочкой. Я, правда, не одинокая мама, но тем не менее. И пыталась тоже записывать своего крестника, которого я вместе с подругой, в общем, родила. Ну, почти тоже сын. Вот. Ситуация такая. Я свою дочку записывала. Ей было 6 месяцев. К моменту, когда я исполнил 3 года, места не было. Ну, соответственно, никакого разговора не было. Пытались вопрос решить через управу. Но у нас продлили только личные связи с заместителем главы управы, который дал нам место. Ну, тоже не около дома. Это касательно Москвы. То есть ситуация очень напряженная. Скажите, ну не ужасно ли вот это обращение чиновника, что, типа, сдай дочку в приют? Ужасно. Мягко говоря, ужасно. Мягко говоря. То есть он в этот момент какое чувство испытывает чиновник к этой женщине? Презрение, мне кажется. Или что? Или сочувствие? Вот когда он пишет это письмо? Нет, точно не сочувствие. Точно не сочувствие. Точно не сочувствие. И потом вообще, я хотела бы сказать про эту систему. Вот я трудом отбила место своему крестнику, да, которого я записывала, ему был месяц. Мне сказали, что вот на 11 год он родился в каком, получается, в восьмом году. Да. Точнее, в девятом. Мне сказали, что мест уже не будет, и мы вас запишем только на 12 год. Я говорю, ну как же? Когда же я его должна записывать? Если, собственно, не когда он родился. Раньше они это не принимают, потому что записи они производят на основании выданного свидетельства о рождении. Потрясающе. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Вот свидетельство молодой мамы. Вот свидетельство... Ну, а о чем говорит недостаток? И вдобавок к крестной маме, да? Детских садов. Это недоработка чиновников или член? Я не знаю. А почему нет детских садов? Куда они делись? Детей не стало, детские сады куда-то испарились. Вообще не понимаю. Значит, по оставшимся детским садам, как вы хорошо знаете, ведется стрельба из пневматических винтовок, мужчинам из балконов. Там время от времени то в Ясеневе, то еще где-то. То есть какие-то детские сады, по которым стреляют мужчины, ветераны войск НКВД, остались. Таким образом, казалось бы, детям есть куда пойти, чтобы по ним стреляли ветераны войск НКВД. Алло, здравствуйте. Алло, Сергей, добрый день. Да. Меня зовут Дмитрий. Да, Дмитрий. Вы молодой отец. Ну, да, отец двух детей, и причем сыновей. Да. Представьте себе, что написал бы вам этот чиновник. Он бы... Ну, вы знаете, вот просто тошно становится, когда слышишь вот все такое, куда мы катимся, страна куда катит. В этот момент, когда он пишет, мне интересно, вот ваше ощущение, ваше ощущение, попробуйте визуализировать себе этого джентльмена. В этот момент, когда он пишет такой ответ женщине, он испытывает какое чувство? Брезгливости, годливости, сочувствия, братской любви, чего? Ну, мне кажется, и годливости, и все совокупности. Все вместе? Братской любви тоже? С Дмитрием, хорошего дня вам. Слушайте, для меня вопрос, потому что я хотел бы видеть это кинематографично. Вот этот человек, Александр Финальден, когда он подписывает письмо, мамочка, которая говорит, я не могу больше, у меня два года девочке, сидеть некому, денег нет вообще, то есть она единственная кормилица, одинокая. Не могу, но мне детский садик нужен, она говорит, и все. Но она в частный не может его, понятно, может в какой-нибудь частный пойти, где вступительный взнос, там, 20 тысяч долларов, понимаете, да? И такие в Москве, в Москве такие есть. Значит, просто вступительный взнос двадцаточка. Она не может туда пойти, потому что нет у нее двадцаточки, она не слыхала про такие деньги, в общем, в принципе. Понятно, да? Ну, понятно. Ей нужен бюджетный детский сад, так я понимаю? Да. Какой-то такой. Она пишет, Александр Финагин, помогите, родной, отец родной. Он ей пишет, а вы отправляйтесь, пожалуйста, в дом ребенка. На период до одного года сдайте ребенка временно, смотрите, законодательством предусмотрено, он пишет ей, законодательством предусмотрена возможность временного помещения ребенка на период до одного года в ГУЗ, ГУЗ, это сокращение, пенитенциарное заведение, ГУЗ, да, ГУЗ. Дом ребенка, расположенный по улице Коммунистическая, 62, на год сдаешь, подписываешь бумаги, что опекун главврач, там умственно отсталые дети. И забываешь на год. На год, через год получаешь ребенка. Так предусмотрено. Угроз повзрослевшего. А законодательство, а у нас такое законодательство. Которое умеет мыть за собой тарелочку к трех годам уже и так далее. Да, да, к трех годам уже, да, совершенно повзрослевший взгляд такой, пробитый с сединой такой, да? Да, да. Взгляд седого младенца такой, да, от ужаса того, что он там увидит. Ну вот, ладно, послушайте, я приму еще один звонок с свидетельствами. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Вот я мама двух мальчиков в погодах. И вопрос решается просто. Нужно просто поступить на работу в этот детский садик. И как бы ребенка... А, пойти работать. В этот же самый детский садик. Конечно. И можно выбрать самый хороший детский садик, и везде кадров не хватает. А кем, скажите, какие востребованы специальности? А, еще раз повторите. Какие специальности скорее востребованы? Ну, востребованы воспитатели. Воспитатели. Конечно, их не хватает. Вот я на юго-западе живу в Серемушках, и как бы любой сад рад, как бы принять. Мы уже сейчас в школе учимся, но я работала как бы с детьми. Вы житейскую мудрость предлагаете. Видите? А чиновник предлагает сдать в приют. Это житейская мудрость. А у нее вдруг... Вот поверьте. А вдруг у нее карьера ученого молодого? Вдруг она в НИИ работает в каком-нибудь поганом? Получает там копейки? Вдруг она верит в себя? Может, ее в космос отправят через 10 лет? Она думает. Может, она Нобелевку получит? Может, она Нобелевку получит? Вы предлагаете... Нет, ваш вариант абсолютно разумный. Абсолютно. Но он житейский такой, понимаете? А вдруг она чуточку романтик, эта женщина, а? Ну, родила ребенка, значит, уже романтика должна уйти. Закончила. С какой, с какой, с какой, с какой момента должна уйти? С момента родов? Конечно. Все, романтика уходит. Как родила, так и романтика уходит. Спасибо большое. Правильно. Все, романтика закончилась. Там эти... Эти сирени, значит, томный дох... Томный, томный... Ну, это все в прошлом, девять месяцев назад. Да. Сейчас мы... Томный... Как там это? Ах, соловьи! Ах, томный... Дух... Вздох сирени! Что такое было у поэта? Да. Ну, так вот. Это все до свидания. Родила и все. Иди уборщица или воспитательница в детский сад. И вот при тебе ребенок. И заодно даже под затыльником... Либо... Либо, мы знаем, есть еще один вариант. Ну, когда-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Я вся страна знаю. Ну, когда-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Ну, вы же осуществили, так сказать, город Волгоград. Можно сдать, поехать туда законодательством предвозгодом. И сдать в дом ребенка. Да. И сдать в дом ребенка. Коррекционный. 10.45. Разучнився на минуту. Подъем. Еще несколько публикаций обратили на себя внимание. Несколько движений общества в обществе. Движений важных обратили на себя внимание наше. Я думаю, обсудим мы Украину чуть-чуть. Внутренняя Украина, если у всех. Открытие мое. Ну, вот. Слушайте, значит. И, тем не менее, невероятно интересная публикация в Коммерсанте. Уже с цифрами по поводу генпрокуратуры. Значит, генпрокуратуру передано для утверждения обвинительное заключение по делу о крупном хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Московского художественного театра имени Чехова. Там они, попытка у них была присвоить 36,6 миллиона рублей. И там идут фамилии, значит, абсолютно незнакомых публике людей. Значит, Шпунтиков. Люди, что это завхозы. Завхозы, да, прапорщики какие-то там. Значит, но при этом Олег Табаков. Но при этом Олег Табаков, который говорит, что он не знал о том, что происходит у него за спиной, и мог не знать, не мог не знать. Может быть, на самом деле, кто-то из театралов, из людей, из художественной богемы, скажет нам, буквально один звонок, я приму, 7-8-8-7-0. Кто-то близкий к теме, к художественному имени Чехова, коллегу Табакову, кто-то близкий к теме. Вот скажите, он мог не знать, что 36 миллионов рублей там попытка присвоить произошла? У него прапорщики его грабили. Вот скажите мне, мне просто ваша экспертная оценка. Обязательно люди близкие к теме, не вообще с улицы. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Добрый день. Здравствуйте. А в Украине-то? Нет, 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 Украина какое-то время у нас ждет, поскольку она южнее, чем театрами малых художественных. Понимаете, Украина южнее, поэтому мы до нее доедем. 788-107-0. Я просто хочу понять, он мог не знать или нет? Вот мне просто интересно. Он гений в башне Слоновой Кости, но в какой-то момент он догадывается? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Вы близкий к этой теме, здравствуйте. Ну, я работал в театре, правда, технически. Да. Когда говорите о Табаков, я сразу вспоминаю, когда он снимался в фильме, помните, завезающий там, голубой воришек. Помните, он глаза так закатывал, когда... Ну, как не может он быть не в теме? Ну, как не в теме смешно? Ну, подождите, подождите, гений, гений, поэт, поэт, поэт. Я вот не хочу... Сейчас объясню. Он поэт, он гений. Он говорит, он, знаете, он может быть похож на отца Наташи Ростова, старшего графа Ростова. Помните, помните Ростова, которого нет денег в результате, но он устраивает бал, на котором кричит, нет такого, чтобы нельзя. Вот эта фраза из Толстого. Нет такого, чтобы нельзя. И он кричит своим прапорщикам, нет такого, чтобы нельзя. Сергей, у нас, я хотел... У нас постоянно, вот, как-то в стране есть исключительно... То бы с хитволистом нельзя в армию идти, то и этот ничего не идти. То у нас... Ну, конечно, знал. Прекрасно. Я считаю, что знал. А вдруг он поэт такой, двинутый, совершенно весь в искусстве, весь в башне слоновой кости, весь... И такой он старый Ростов граф, который кричит, нет такого, чтобы нельзя. Ну, вы уж как-нибудь устроите. Пусть само как-нибудь устроится. И прапорщики бегут и крадут. Может такое быть? Я считаю, вполне... Вполне... Слушайте, я только, я сейчас скажу один опыт из своей жизни. Я некоторое время работал с киношниками, с киношниками в... Значит, Тимошенко сделала эти гибкое официальное предложение стать премьером Украины при ее президентстве. Только что в 10.47. Вот, два звонка примем. Я работал с киношниками, с директорами из киношников. Что же они, как они? Ой, вдруг у меня на столе образовывались какие-то вещи все время. Вкусное что-то на столе образовывалось. И когда я спрашивал, я сейчас не помню, как же звали этого парня. Юра, Юрка, кажется. Я говорю, Юрка, откуда ты взял? Я говорю, давай я тебе верну деньги. Он мне говорил, да я из своих. Я из своих. Ты у вас, который у вас на подхвате был? Да, на подхвате, да. А он говорит, а я из своих. А я говорю, да как же ты из своих, родненький? Он говорит, а я вот, мне не жалко, я из своих. Я говорю, так у тебя же дети. Ты же детям лучше отнеси. Он, да я из своих. И я в конечный момент понял, я его прогнал потом. Он крадет чуть больше и по-честному со мной делится. Понимаете, да, в чем дело? То есть он крадет чуть больше. И по-честному мне... Но вы-то не знали, видишь, как... Нет, я первое время не знал, потому что я его выгнал сразу. Я его выгнал сразу. То есть для меня это был звоночек, когда он мне сказал, что я из своих. И накрыл мне стол вдруг. Я тут же сказал, так, ну-ка проанализировать, ну-ка его выгнать. Выгнать в шею. Значит, он тырит чуть больше, а мне откатывает. Это и есть откат. Понятно, да? Ну, вот я догадался, я сметливый мальчик, да, абсолютно. Слушайте, про Украину. Про Украину приму несколько звонков, реально, одна минута осталась. Значит, Тегибко, Тегибко сделано предложение официальное, а он накануне в своем интервью про Украину. Ну, 788-107-0, 788-107-0. У нас есть абсолютно бывалые такие, бывалые люди, абсолютно с Диканьки. Вот люди с Диканьки, близ Диканьки, с Хуторов. Позвоните, пожалуйста, 788-107-0. Тегибко перешел, кажется, на сторону Тимошенко. Значит, Тимошенко президент, 788-107-0. Нет, Диканька вся, куда делась? Эй, Диканька, где же Диканька? Только что звонил один человек с Диканьки. Ну, она обиделся. Ну, я умоляю, мне, я что, один с Диканьки здесь остался? 788-107-0. Кто-то скажите, пожалуйста, Тегибко перешел на сторону Тимошенко вчера в своем интервью, а сегодня официально Тимошенко подтвердила. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы с Диканьки, наконец-то. Я хохол наполовину, у меня родственники постоянно, мы на связи. Тегибко перешел на сторону Тимошенко, она президент? Он еще раньше перешел, потому что, когда я звонила перед выбором своим родственникам, они работали, моя сестра Тимошенко на заводе в Дико-Петровске, говорят, что это ее как бы черный кардинал, и он идет сразу с ней. Это разыгран, это типа лебедя, да? Это типа лебедя. Он шел, да, шел с ней. Я понял. Но она президент теперь? Мои родственники, надеются, да, они все болеют за нее. А, и потому что они-то не при Петровске. Конечно. Я уже разучилась говорить. Як же. Подзор. Ну, что мы будем спорить. Все, 10 часов 52 минуты, двигаемся дальше, погнали. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении. Расскажите нам о движении в Москве. 7-8-8-107-0. Прежде короткая СМС пришла ажи с самого Иркутска. Возлюбленного моего Иркутска. Я там жил. Знаешь, что я жил в Иркутске? Нет. Начинается. Я там жил. Я жил в Омске, в Иркутске, в Корсамольске, на Амуре. Суваслейке, Переясловке. Суваслейке, Переясловке, в Корсамольске, на Амуре, в Омске, в Иркутске, в Волгограде. Родился в Керчи, да, совершенно верно. Слушайте, из Иркутска пишет Денис, мой земляк. У меня бывшая жена так решила вопрос по ребенку устройству. Она устроилась работать в садик, и ребенка взяли без проблем. Потом она через год уволилась, а дочь так и ходит в тот садик. Ребенка тоже устроили работать в садик. Вот так. Да, нет. Устроили работать в садик. Потомство. Хорошо. 7-8-8-107-0. В движении. Расскажите нам о движении в Москве. Пробки, заторы, аварии. Что объехать? Куда устремиться? 7-8-8-107-0. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Сергей Михаил. Меня зовут Кутузовский. Как всегда, придерживается из-за членовозов. Что-то случилось там, да? Но скажите, а... И вы стоите? Или ползете? Мы летим на то, как другие едут, Сергей. Надо бы просто оставить машины. Всем, дружно. Однажды. Однажды. И просто писать исковые заявления в ближайшие суды. Сказать вот мое предложение. Да, вот просто... Сказать мое предложение. Им переехать в Кремль. Нужно запретный город создать. Чтобы там жили они. Нет, это как классно. Слушайте, запретный город. Обалденная идея. Чтобы они жили прямо в запретном городе. Как бы в Кремле все жили. А мы бы к ним ходили. Ходили бы там... Почему запретный? Почему запретный? Нет, из мелкого гравия, такого гранитного. Сделать дорожки шуршащие. Знаете, как в лучших домах под Лондоном. Может быть, как в Аватаре. Большое дерево им построить? Построить дерево абсолютно, абсолютно. И все. А мы бы жили в нашем городе, а они бы жили в запретном городе. Нет, у нас люди просто с КТ они не понимают. Надо бросить машины один раз, один день. Не пойти писать заявление в ближайшие длини милиции, в суды. Что нас установили. И все, эти люди уже немножечко подумают. Ну, знаете, когда-нибудь это будет, потому что во Франции, например, не перегораживают. Я вам просто сказать... Да, да, да. И по ней тоже это нонсенс. А, я рассказывал уже во Франции, я присутствовал однажды... Да, собственно говоря, все помнят, 97-й год, когда Ельцин подписал сотрудничество с НАТО. Помните? Как бы это не 17 марта 97-го года, но в этом роде что-то. Да, я помню. Да, 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 да. И там была вся НАТО была. Все президенты и премьеры всех стран. Значит, проезжали вот так. Ты стоишь, как дурак в пробке. У меня была машина арендована тогда. Значит, тебя вдруг останавливают налетающие мотоциклисты со свистом, с визгом. Вдруг проносится кортеж. И тут же мент появляется, полицейский, который показывает. Пошли, пошли, не задержат, не задержат. Сказать, секунд 20. Вот. Секунд 20. Так они возили 20 членов правительств и президентов, и вообще никого не парило. Потому что это абсолютно никто не перекрывал город. Спасибо. Нет, ну просто это в Париже делается вот так почему-то. Я не знаю. Потому что они дикие. Там франки скрестились с галлами и с кельтами. И появилась здесь абсолютно дикая нация, понимаете? 10 часов 57, почти 58 минут. Я оставляю вам Анастасию Аножко. У которой статья дня сегодня что? Про возмещение денег, если из-за непогоды. Кто? Российская газета? Да. Российская газета. И я оставляю вам блистательную Светлану Матвееву. А я пойду и проживу его этот вторник, 26 января. Продолжение следует... Продолжение следует...